Сейчас поговорим о Герберте Спенсере. Социология Герберта Спенсера. Я буду говорить вот в каком порядке. Сначала о Спенсере как о человеке, о его среде и общая характеристика его научного творчества. Во-вторых, об идейных и интеллектуальных истоках его социологии. Затем о философских и методологических основаниях его социологической теории. Затем о его понимании социологии как науки. Затем о его понимании общества, социальной системы, уподобляемой биологическому индивидуальному организму. Затем о его понимании социальной эволюции. Ну а в конце подведу итоги и сделаю некоторые выводы. Ну я хочу сказать, во-первых, что Спенсер фигура весьма такая, можно сказать, драматическая в истории социологии. Я уже говорил на первой лекции, по-моему, или на одной из первых лекций, что судьба идеи Спенсера весьма драматична. Потому что при жизни он был самым знаменитым социологом. И социология в значительной мере обязана ему и своим рождением, и тем, что она приобрела тот облик, который она приобрела. И само слово социология, оно закрепилось за наукой об обществе только благодаря Спенсеру. Хотя его изобрел Конт, как мы знаем, но именно до Спенсера социологию никто не воспринимал как науку об обществе. А он, именно начиная со Спенсера, этот термин приобрел, как бы получил второе рождение. Ну и многие социологи были обязаны Спенсеру своими идеями, часто в гораздо большей степени, чем они сами это признавали. Он был в значительной мере властителем Дум и у себя в Англии, и далеко за ее пределами. Например, в таких разных странах, как США и, кстати, и в России он был хорошо известен. Хотя сказать, что к нему хорошо относились при этой хорошей известности нельзя. Но при этом студенты, и Спенсер этому удивлялся, что вот русские студенты покупают из своих скудных доходов его книги, они переводились. Еще было собрание сочинений в России опубликованное еще тогда, когда Спенсер даже и не так был известен вообще. Еще в 60-е годы первое собрание сочинений. А потом было еще весьма полное. Потом были отдельные переводы его произведений, и были переведены его афоризмы, и его автобиография в двух томах. И о нем множество работ вышло в России. Его визит в США был чрезвычайно успешным, и он был просто очень популярен. Тиражи книг для того времени были очень большими. Ну и, наконец, он был выдвинут на соискание Нобелевской премии. Его творчество в 902 году, за год до смерти, по литературе. Хотя он к литературе не имел никакого отношения. Но с тех пор это был единственный случай, когда вообще социолога выдвигали, ну он, правда, как философ выдвигался, но с тех пор только Анри Бергсона. Анри Берсон получил Нобелевскую премию по литературе как философ. Потому что другие философы, которые получили Нобелевскую премию по литературе, были одновременно и писателями. И в качестве писателя и получили эту премию. Правда, ему не дали тогда Нобелевскую премию в 902 году. Ее получил известный историк античный, античник Теодор Монзен, автор истории Рима, которая есть у нас сейчас недавно, я видел, переиздали многотомные. Но, опять-таки, сам факт выдвижения характерен. Ну а дальше наступила эпоха, когда Спенсера вообще забыли и относились к нему уже как к анахронизму, к его творчеству относились как к анахронизму. И я цитировал слова Парсонса из «Структуры социального действия» 1937 года, который написал, кто нынче читает Спенсера, Спенсер мертв. Потом, в 50-е, 60-е годы наблюдается опять некоторое оживление интереса к наследию Спенсера. Это связано было и с остановлением неоэволюционизма в социологии. И тогда вновь аналитики увидели, что социология обязана Спенсеру гораздо большим, чем она сама это признает. И, в частности, многие базовые понятия социологии, такие как социальная структура, социальные институты, социальные функции, социальная система и вообще системный подход к обществу до возникновения общей теории систем Бертоланфи, которые разрабатывал Спенсер, не все осознают, например, что даже многие идеи, которые, как это часто бывало, дарвиновские идеи, тоже были, принадлежали Спенсеру. И сам Дарвин признавал приоритет Спенсера. И поэтому, как заметил один современный английский интерпретатор Спенсера, правильнее было бы не теорией Спенсера называть социальным дарвинизмом, а теорией Дарвина называть биологическим спенсерианством. Потому что те идеи, которые Спенсер разработал отчасти применительно к человеческому обществу, Дарвин применил к миру природы, к миру флоры и фауны. Интересно, что Спенсер часто интерпретировался довольно вульгарно, и многие представляли его как такого жестокого мизантропа, который провозгласил, что в мире правит борьба за существование, естественный отбор и выживание наиболее приспособленных, в самом таком вульгарном смысле этого слова. И такую точку зрения на его идеи, которая никоим образом вообще не выражает их сути, его доктрины, такую точку зрения отстаивали и его поклонники, и его противники на него. Но отчасти это было связано с интерпретациями его эпигонов, как это часто бывает, они вульгаризируют и упрощают идеи предшественников. Кроме того, Спенсер не нравился многим людям, которым наука представляется таким веселым, занятием, легким, представляется разновидностью эссеистики и билетристики. Те, для кого он выглядел слишком скучной и занудной фигурой. Например, Розанов Василий Васильевич ненавидел его, как только может ненавидеть писатели, ученые, интеллектуалы. И он, Розанов, который сегодня мог сказать одно, завтра другое, это был предшественник Сартра, я думаю, такой эксистенциалист в нашей культуре. И он совершенно не отвечал за то, что он говорит, он с легкостью непринужденно и мог все, что угодно сказать. А завтра так же легко от этого отказаться, поэтому там вопрос об ответственности за то, что он говорит и делает, конечно, у него, наверное, возникал, но как-то не очень часто. Или, во всяком случае, в тот момент, когда он что-то говорил, он явно не задумывался над тем, что он будет по этому поводу думать завтра. А вот Спенсер, он был настолько последовательный человек, что когда он что-то говорил, он всегда представлял это с точки зрения некоего единого проекта. И поэтому Розанов, который говорил, что жизнь раба мечты и факты в вечном полинянии, вот этот скрупулезный собиратель фактов, зануда, Спенсер, вызывал у него просто отвращение. И он поэтому писал, взять бы этого Спенсеришку за Бакенбарда и вырвать одну вторую. Поскольку Спенсера всегда на фотографиях изображали с Бакенбардами, на портретах, потом он представлял его таким совершенно недобросовестным его взглядом. Например, Спенсер известен, как многие люди, не имеющие детей, или отдающие их в приюты, он был автором педагогической системы. Значит, так известно, что Муссо, например, автор одной из самых знаменитых систем воспитания, он отдал своих детей в приют и спокойно на досуге сочинял, как нужно их воспитывать. А Спенсер тоже самое, у него детей не было, но он создал очень интересную зато систему педагогическую. Так вот, ну, огрубляя, можно сказать, что эта система состояла в том, что надо показывать ребенку последствия его действий. Вместо длинных, нравоучительных всякого рода, вместо длинных нравоучений, нужно стремиться показать ему, каким отрицательным последствиям ведет плохое поведение, и каким положительным последствиям ведет хорошее поведение, по мере возможностей, естественно. То есть он должен видеть последствия своих поступков. По этому поводу, в общем, здоровая вполне идея, Розанов ее доводит до абсурда и говорит, это что значит, если ребенок, чтобы научить его, что-то в этом роде я могу не точно излагать, чтобы объяснить ему, что огонь это вредно, нужно, что ли, его бросить в пожар или там в огонь, чтобы он убедился, что это огонь вреден для здоровья или там, ну и так далее. И вот таким вот способом он его критиковал, вполне недобросовест. Короче говоря, конечно, для таких людей тоже, у которых жизнь раба мечты, и те, кто склонен конструировать утопии и всякого рода, Спенсер, конечно, не мог вызвать энтузиазм. Но зато Спенсер вызывал энтузиазм и уважение у людей, которые ценят науку как таковую. И науку вот в таком вот невеселом, скучном ее виде. И науку, которая и у нас была представлена такими людьми, как Павлов или Бехтерев и так далее. Но повторяю, что не эти люди были инженерами человеческих душ, у нас инженерами человеческих душ, к несчастью, всегда были билетристы. А билетристы он и есть, билетрист над вымыслом, слезами обольюсь, как сказал Павел, или чем-то еще обольют. Но, значит, вымысел он и есть вымысел, поэтому любовь к сказкам всякого рода политическим и прочим так укоренилась у нас неподобающим образом. Конечно, везде есть сказки, но удельный вес их во взрослом обществе слишком, мне кажется, велик. Но я отвлекаюсь. Так вот, Спенсер, годы его жизни, 1820-1903. Это время, когда в Англии произошел промышленный переворот, промышленная революция. Как вы знаете, Англия в это время была страной процветающей. Это была страна, не случайно, и Маркс на примере Англии, собственно, разрабатывал свою теорию. И, глядя на Англию, он говорил, что страна промышленно более развитая, показывает стране промышленно менее развитой картину ее собственного будущего. Правда, получилось с его идеями наоборот, уже впоследствии, но это отдельный разговор. Но не случайно и Маркс в Англии жил и нашел там свою вторую родину. Это было 19-й век, господство викторианской морали, викторианской идеологии. Это так называемая викторианская эпоха. Британская империя, как вы знаете, не все это помнят, но говорилось не случайно, что в ней никогда не заходит солнце. Мы сегодня все плачем, что Советского Союза нет. Жили в такой большой стране, а теперь уже меньше. А каково было бедным англичанам, которые, значит, если у нас одну шестую, у них одну пятую занимала империя. И это была держава, которая, значит, владела огромными территориями, акваториями во всем мире. Поэтому им пришлось впоследствии, забегая вперед, скажу, здорово изменять свое сознание и вернуться к тому, что это не более чем небольшой остров, каковой сегодня и является, собственно, Англией. Так вот, это было время экономического процветания. И хотя цена этого процветания была очень значительной, мы тоже должны это помнить, потому что это сегодня Лондон, такой красивый городок, а даже в 19 веке это были зловонные трущобы, находились рядом прямо с такими аристократическими кварталами. Бедность, пьянство и все там это, антисанитария, были даже в Лондоне. И огромные массы обеземеленных крестьян бежали в город, в буквальном смысле от голода, но и там они помирали от голода. Поэтому цена этой промышленной революции была очень высока. И не случайно многие российские мыслители, попадая в ту же благословенную Англию в 19 веке, будучи противниками царского режима, все-таки не хотели, чтобы Россия шла этим путем, потому что цена уж больно велика была, и они хотели постараться сделать так, чтобы не надо было платить эту цену. Но в истории ничего бесплатного нет, и кто не хочет платить одну цену, платят еще больше, к сожалению. Но это отдельный разговор, опять же. Так вот, Спенсер был сыном школьного учителя, он родился в городе Дерби, в графстве Мидленд, в Средней Англии. Он по состоянию здоровья не посещал школу, и учился, получил домашнее образование у отца и у дяди, который тоже был школьным учителем. Ну и кроме того, много занимался самообразованием. У Спенсера вообще не было никакого формального образования, и хотя дядя его, Томас, который вообще оказал на него большое влияние, предлагал ему финансировать его обучение в университете в Кембриджском, он отказался и был самоучкой, поэтому у него формально не было вообще никакого образования. При этом он был очень талантливым человеком, что называется, от природы. И он уже с 1837 по 41 годы, то есть когда ему было всего 17 лет, и до 21 года работал инженером и техником на железной дороге. Тогда прокладывалась первая железная дорога Лондон-Бирмингер, и он участвовал в ее проектировании. И, кстати, я замечу, что история социологии знает несколько выдающихся железнодорожников, и среди них Спенсер Паретта, о котором мы будем говорить, Парк, они работали в железнодорожном ведомстве, поэтому можно думать, что железная дорога – это один из путей, или одна из дорог, ведущих в социологию. Дорога в социологию железная. Мы можем так такой афоризм сформулировать. Я шучу. Одновременно Спенсер изучал математику, естественные науки. Отец хотел, чтобы он стал учителем, и он месяца три преподавал, но ему это не понравилось, и он быстро ушел из школы. И с довольно раннего возраста он занимался изобретательством, и изобретал разные мелочи, публиковал заметки с очень раннего возраста в, естественно, научных журналах и технических журналах в Англии. В детстве в его образовании очень большую роль играли наблюдения над природой. Он собирал гербарии всякие, сравнительно мало читал. И вообще он был очень своеобразным читателем. Сам он себя называл нетерпеливым читателем в автобиографии. И писал, что если какая-то книга с самого начала ему не нравилась, он тут же ее захлопывал и прекращал это чтение. И поэтому многие свои, в общем-то, обширные довольно знания он подчеркнул совсем не из книг, а из общения с друзьями, среди которых были известные довольно ученые, философы, писатели, я еще об этом скажу. Но он в целом читал довольно мало. Но затем он сотрудничал в прессе в течение ряда лет. В 1853 году, после смерти дяди, он получил наследство. И это позволило ему бросить службу. И с тех пор он вел жизнь независимого ученого и публициста. Вообще он вел жизнь такую одинокую, замкнутую. Человеком он был довольно болезненным. Он страдал от бессонницы, неврозы. Отклонял все почести. И никаких титулов у него никогда не было. И, как я уже сказал, общался с таким довольно узким кругом друзей, среди которых были такие ученые, как Томас Хаксли, один из создателей дарвинизма, отец известных очень людей нобелевского лауреата, биолога Джулиана Хаксли и писателя Олдоса Хаксли, автора знаменитой книги «Славный новый мир». Джон Стюарт Миль входил в круг его друзей, физик Тиндал, писательница Энн Мэри Эванс, философ Джордж Льюис, позитивист, который, видимо, познакомил его с идеями Кунта. И вот в начале 60-х годов Спенсер приступил к созданию колоссального, огромного систематического труда, подобно Кунту в свое время, в котором он попытался объединить все достижения наук своего времени, прежде всего теоретических, прежде всего теоретические достижения науки того времени и особенно тех наук, где на первый план вышла идея развития. Вот он обозначил весь этот проект, как теперь говорят, синтетической философии. Он решил создать систему синтетической философии. В итоге он создал 5 произведений, насчитывающих 10 томов. Это, во-первых, первый труд, это основные начала, как это вышло в русском переводе или по-английски, это первые принципы в 1862 году. Это такой общий труд, в котором он формулирует основные идеи своего мировоззрения, свои основные мировоззренческие идеи. Затем это основание биологии, основание психологии, основание социологии и, наконец, основание этики. Пять произведений в 10 томах. Кроме того, надо сказать, помимо оснований социологии, в 1873 году он выпустил самостоятельную книгу, которая называлась «Изучение социологии». Она в русском переводе вышла под названием «Социология как предмет изучения». Надо сказать, что 36 лет, даже больше, он затратил на реализацию этого труда. И это можно назвать настоящим научным подвигом, потому что трудности ему пришлось преодолеть неимоверные. Начиная от проблем со здоровьем, которые затрудняли, естественно, реализацию этого проекта. И кончая финансовыми трудностями, потому что он издавал это часто за свой счет из этого своего наследства, которое не было таким уж большим. И если бы не помощь одного американского филантропа и поклонника Спенсера, то он бы и не смог это все опубликовать. И вот любопытно в предисловии уже к последнему из этих трудов, а именно к последнему тому оснований социологии, они выходили в разные очередности, в предисловии он пишет, что вот единственное чувство, которое я сейчас испытываю, это чувство облегчения от того, что я наконец завершил этот труд, и у меня уже больше нет сил ни на радость, ни на какие-то другие эмоции. и он это все-таки довел до конца. это надо оценить, я думаю. Но помимо вот того, что этих, вот этого десятитомника, он опубликовал еще множество, и постоянно опубликовал множество статей в журналах, и некоторые из них были впоследствии опубликованы, и кроме того, книги, вот в частности, о воспитании, затем вышел сборник его статей под названием «Опыты научные, философские, нравственные». Автобиография, о которой я говорил, очень любопытная, которую он, как настоящий ученый, он называет ее естественной историей самого себя, и он, видно, что он себя анализирует так же, вот как он бы изучал каких-нибудь бабочек. И старался во всяком случае. Надо сказать, что большое влияние на него оказал как раз его дядя, на его мировоззрение, на его моральный облик, на его личность. Этот дядя Томас, о котором он пишет в автобиографии, был учителем и протестантским священником. при этом такого независимого, такого свободолюбивого и бунтарского духа человек, который постоянно занимался филантропией, помогал бедным, и, наверное, поэтому у него не было никаких иллюзий относительно того, кто такие эти бедные люди. в отличие от интеллектуалов, которые никогда живого бедного человека не видели, он с ними постоянно общался, и поэтому его взгляд на них был более трезвым и таким без всякого рода таких идиллических каких-то представлений, повторяю, которые конструировали и филантропы, которые, повторяю, не имели контактов с реальными бедняками. Так вот, дядя, как пишет Спенсер в автобиографии, исходил из того, что, ну, это соответствовало вообще протестантской этике, что человек, если он плохо живет, то это следствие его дурной жизни и его отрицательных нравственных качеств. И поэтому он исходил из того, что воздаяние наступает уже в этой жизни, и не надо ждать той жизни, чтобы оно наступило. Исходя из этого, он отстаивал этику вот такую ответственности за все, что с человеком происходит, и человек, повторяю, ответствен и за свое благополучие и неблагополучие. И как пишет Спенсер, когда я ему возражал и говорил, что, ну, бывают же в жизни какие-то несчастья или что-то там с человеком происходит, помимо его воли, и не всегда человек кузнец своего несчастья, так сказать. Дядя, видимо, говорит, эти доводы на него не производили никакого впечатления. но что любопытно, что несмотря на то, что Спенсер, по-видимому, полемизировал с дядей в юности, тем не менее, эти уроки дядины не прошли даром, и эта этика ответственности, этика свободы индивидуальной, неотделенной, неотделимой от ответственности, она в общем стала и этика самого Гермарда Спенсера тоже. И она оказала влияние на все его мировоззрение, в частности, и на социологическое тоже. Надо сказать, что в молодости Спенсер не интересовался, как я уже сказал, философии и психологии, и вообще мало читал книг по философии, и он признавался, что даже классиков он не читал, вот некоторые например находят сходство в его идеях например агностицизм у Спенсера связывают с кантовским, но он пишет в автобиографии, что он канта только начал читать и тут же закрыл, потому что тут же его идеи как-то не приглянулись, и он решил, как нетерпеливый читатель, как он себя называл, решил, что не стоит продолжать это чтение. И многих других классиков он почти не читал, даже если мы находим отзывки их идей в его творчестве. Гораздо больше он интересовался естествознанием, и хотя, повторяю, находит сходство его идеи с агностицизмом Юма и Канта, это не значит, что он их изучал. Естествознание, особенно те науки, где разрабатывалась идея развития, его волновали гораздо больше, и прежде всего геология и биология особенно. Ну, геология, на него произвели впечатление труды Лайеля, ну, а в биологии он постоянно знакомился с биологическими трудами, хотя, прежде всего, ему, конечно, ближе были идеи Ламарка, чем Дарвина. Но, когда появилось происхождение видов Дарвина, Спенсер отозвался о ней одобрительно, хотя и с некоторыми критическими замечаниями. Но Дарвин, в свою очередь, очень высоко ценил теорию эволюции Спенсера, и, как я уже говорил, признавал ее влияние на себя, и вообще Дарвин, как скромный человек, ставил Спенсера интеллектуально выше себя. Вообще, Дарвин был человеком очень любопытный и скромный, да, просто удивительно. Вот я когда-то видел в Британском музее письмо, которое написал один священник Дарвину, но там само письмо выставлено, ну и я отпечатал текст, чтобы можно было разобрать, и этот священник пишет с глубоким возмущением, пишет, что вы там в своем происходении видов написали, это что же вообще, как это кощунственно, это невозможно, и так далее, у вас получается, что люди, значит, происходят от обезьян, и так далее, и ответ Дарвина, где он пишет, значит, дорогой там мистер такой-то, я полностью разделяю ваше возмущение, я сам выдумал на вашем месте точно так же, но что делать, если, значит, мои 20-летние эти опыты привели меня к такой ужасной мысли, я сам страдаю, но ничего не могу сделать, и извиняется жутко, поэтому Дарвин, вот как скромный человек, ставил Спенсера гораздо выше себя интеллектуально, хотя, повторяю, эволюционистские взгляды Спенсера ближе были к идеям Ламарка, чем Дарвина, и особенно сильное влияние на Спенсера, видимо, оказала идея упражнения и не упражнения, как мы знаем, схема Ламарковская такая, что функция, потребность функции порождает определенный орган, орган упражняется, в результате он растет чисто в пространственном отношении, и наоборот, если орган функции не выполняет, то он отмирает, и таким образом объяснялся и рост организмов, и эволюция, и многое другое. Ну и кроме того, если говорить о естественно научных влияниях на Спенсера, нужно указать и на идеи тогдашней морфологии и эмбриологии, особенно труды Карла фон Бера, который показал, что степень развитости тех или иных организмов связана со степенью их дифференциации. и собственно эту идею, которую Бер разработал применительно к развитию организмов, особенно в зародышевом, в эмбриональном таком состоянии, Спенсер придал этой идее гораздо более широкий смысл в своей идее о том, что суть эволюции состоит в превращении однородного в разнородное. Собственно, ход мысли эмбриологов был такой, что вот зародыш. Сначала это нечто не дифференцированное, амебообразное, потом постепенно зародыш растет, растет, появляется дифференциация и заметное деление на органы и функции, затем эти разделившиеся органы начинают взаимодействовать между собой, и вот эти идеи эмбриологические, повторяю, Спенсер придал им гораздо больше, более широкий смысл. Ну и, наконец, идея физиологического разделения труда, так называемого, разработанная французским зоологом Милн Эдвардсом. Она в 20-е годы она тоже оказала на Спенсера значительное влияние, но не говоря уже о клеточной теории строения организма, которая на всех обществоведов так или иначе влияла, и на Маркса тоже. Но еще один источник вдохновения для Спенсера, на котором он сам указывал, это труды английских экономистов 18 века, особенно Томаса Мальтуса и Адама Смита. И хотя нельзя сказать, чтобы он их тоже особенно читал внимательно, и вообще надо сказать, что в отличие от Конта, например, который был книгачеем, хотя он и объявил там на 20 лет режим мозговой гигиены и ничего не читал, но его можно сравнить, Конта скорее с человеком, который объелся, а потом долго не ест, а Спенсером просто не испытывал особой нужды в обильном чтении, и хотя, конечно, его нельзя считать каким-то неучим, и его познания были в высшей степени разнообразны и обширны, и все равно он читал, конечно, больше, чем среднестатистический англичанин того времени, или россиянин, или даже, тем более нашего времени, то есть и так же и нашего времени, не тем более, и нашего времени тоже, конечно, больше, но тем не менее, повторяю, он, в отличие от Конта, не был книгачеем, но, так вот, тем не менее, кое-что он читал, и вот Томас Мальтус и Адам Смит были в числе тех, кто оказал влияние на его мышление. Собственно, Спенсер, как и Дарвин, выводил свою идею выживания наиболее приспособленных, и само понятие борьба за существование, борьба за жизнь взято было ими обоими у Мальтуса. Хотя, Спенсер, в отличие от Мальтуса, придавал идее борьбы за существование, чуждое Мальтусу оптимистическое такое звучание прогрессистское. Ну и, наконец, в числе источников спенсеровского мировоззрения вообще и социологического мировоззрения в частности, нужно назвать утилитаризм английский в философии и этике. Особенно идеи Бентома, хотя, опять-таки, в автобиографии он пишет, что он и Бентома-то толком тоже не читал, но, по крайней мере, ему импонировала идея Бентома, согласно которой индивид стремится, прежде всего, к счастью, преследуя свои эгоистические интересы, человек, тем не менее, все-таки определенным образом согласует их с другими и приносит пользу обществу. Если вспомнить известный подзаголовок знаменитой книги Бернарда Мандевилля «Басня о пчелах», который иронизировал над этой идеей утилитаристской пороки частных лиц благо для общества. Так вот, Спенсеру был близок присущий утилитаризму индивидуализм, и отсюда и либерализм Спенсера. Ему был близок лозунг физиократов, которые, собственно, взяли на вооружение либеральные экономисты 18 века и впоследствии принцип «лесе-фер», «лесе-пассе». Спенсер был противником вмешательства государства в экономическую жизнь и в социальную жизнь. И любопытно, его ранняя работа «Социальная статика», которая, впрочем, не имела никакого отношения к Конту, и он впоследствии жалел, что он не дал другое название, которое собирался дать в начале, о том, как устроить общество на началах справедливости. так в этой работе Спенсер подчеркивал, что там, где можно обойтись без правительства, лучше обходиться без него. Правительство это неизбежное зло, и хотя без него обойтись невозможно, но нужно к нему прибегать вообще ко всякому государственному вмешательству только тогда, когда без этого обойтись нельзя. и поэтому задача государства по Спенсеру состоит только в том, чтобы обеспечивать принцип равной свободы, как он пишет. В отличие от Конта, Спенсер считал, что все слои, все полы, так сказать, хотя их всего два, должны принимать равное участие в социальной жизни и оказывать равное влияние на ход общества. честных дел, и мужчины, и женщины, и дети, и разные слои, все должны оказывать воздействие, иметь право голоса, так сказать. Ну и прежде всего, конечно, индивидуальная свобода. Государство обеспечивает должно прежде всего вот этот принцип индивидуальной свободы, которая не может быть ограничена ничем другим, кроме свободы других индивидуторов. но и отсюда роль ответственности, опять-таки, которую Спенсер тоже подчеркивал, и которая неотделима от идеи свободы. Если говорить о том, надо сказать, что Конта часто идеи Спенсера увязывали с идеями Конта, и указывали на то, что Конт оказал влияние на Спенсера. И вот Спенсер посвятил даже специальную работу своим взаимоотношениям с Контом. Она называлась «Причинах моего несогласия с Контом». И там он подробно прослеживает, в чем он согласен с Контом, а в чем нет. И, в общем-то, отмежу от представления о том, что его идеи целиком вдохновлялись Контовскими. Хотя принято в истории философии объединять Конта и Спенсера в понятие «первый позитивизм», так называемый. Надо сказать, что Спенсер даже поехал специально в Париж, чтобы познакомиться с Контом. И ему удалось это сделать, и он с ним пообщался некоторое время, и он ему не понравился, что, в общем, неудивительно, потому что Конт был человек своеобразный, и неудивительно, что он не произвел положительного впечатления на Спенсера. Так вот, Спенсер в целом, он высоко оценивал значение Конта и подчеркивал преимущество его понимания социальных явлений перед другими. И вот в числе других преимуществ Спенсер подчеркивал признания зависимости социологии от биологии. И вот этот принцип зависимости социологии от биологии Спенсер усиливает по сравнению с Контом и придает ему более такое важное значение. Но при этом Спенсер отмечал, и это так и есть, в действительности ряд расхождений между своими и контовскими взглядами. Если говорить об этих расхождениях, то Конт нужно отметить, что у Конта мы наблюдаем более высокую степень натурализма, о чем собственно я только что рассказал, говоря о привязке социологии к биологии большей у Спенсера. Спенсер был противником миссионизма Конта. противником его религии человечества, конечно. Он был противником закона, не признавал закон трех стадий Конта. Но и ему не импонировал контовский идеализм, спиритуализм. Спенсер отмечал, что внимание Конта направлено прежде всего на происхождение и развитие знания о мире. А вот его собственное Спенсеровское направлено прежде всего на развитие самого мира. Спенсер отвергал, как я уже сказал, Контовский закон трех стадий, а вместе с тем он и отвергал идею единообразного линейного прогресса у Конта, по которой, я цитирую, различные формы общества, представленные дикими и цивилизованными племенами на всем земном шаре, составляют лишь различные ступени одной и той же формы. То есть, он критикует Конта за то же самое, за что, собственно, и Маркс в той цитате, которую я приводил недавно. Кстати, я забыл сказать, что любопытный момент, что в советском марксизме не было специалистов по Марксу, и многие иностранцы, которые сюда приезжали, всегда удивлялись, как же, у вас же вроде бы тут марксизм-ленинизм, и вроде бы должна быть эта же чуть ли не государственная религия, а почему Маркса? Там никто не знает в Советском Союзе. Во-первых, нужно отметить, что, конечно, тот марксизм, который был в Советском Союзе, он мог, особенно в последние лет 30-40 существования советской власти, вообще, конечно, никакого уже отношения даже к гипотетическому Марксу не имел, и даже формально уже его никто и не поминал. Это само собой, но интересно, что и действительно мало было специалистов. Были специалисты по обильному цитированию Маркса, это действительно. И как выразился один академик на празднование 150-летия со дня рождения Маркса в 68-м году, Маркс и Энгельс оставили нам много цитат. Так вот, вот такое представление о том, что Маркс это автор цитат, оно, значит, доминировало среди советских обществоведов. Были некоторые текстологи в Институте марксизма, ленизма, которые были заняты публикацией трудов Маркса и Энгельса, но это были именно текстологи. Они хорошо знали почерк, поскольку туда попали многие произведения. Они могли истолковывать какие-то тексты, но это совсем не были специалисты по идеям Маркса, и поэтому марксологи западные, которые там интерпретировали иногда очень тонко всякие его идеи, удивлялись, где же советские вот эти глубинные интерпретаторы. Но это еще раз подтверждает, что без свободы понять нельзя даже кумира собственного по-настоящему. Хотя, повторяю, конечно, уже последние десятилетия Маркс на интеллектуальной арене советской мало присутствовал, только там были, иногда его там вспоминали к праздникам. За редкими исключениями. Конечно, были и фанатики такие марксисты, которые изыскивали личные истины у Маркса, но качество этих трудов тоже было не всегда высоким. Вернемся к Спенсеру. Так вот, по Спенсеру в противовес Конту истина заключается скорее в том, я цитирую, что социальные типы, подобно типам индивидуальных организмов, не образуют определенного ряда, но распределяются только на расходящиеся и разветвляющиеся группы. То есть, иначе говоря, Спенсер представлял себе эволюцию не в форме однолинейной такой, а в форме некоего такого ветвистого дерева, где имеется некое общество, а от него в разные стороны расходятся ветви. Расхождение между Контом и Спенсером наблюдается и в том, что Конт был, как мы с вами знаем, социальным реалистом, а у Спенсера позиция была более сложной в этом вопросе, в вопросе взаимоотношениях общества и индивидах. Теперь я перейду к философско-методологическим основаниям социологической теории Спенсера. Спенсер в духе вообще натурализма и тогдашнего позитивизма исходит из того, что философия это та же наука, которая носит просто наиболее общий характер, так же, как и Конт. Это просто наука, обобщающая данные и законы других частных наук. Я в прошлый раз говорил, что собственно Спенсер как и Конт вполне подписался бы под теми определениями философии, которые фигурировали во всех учебниках советских диалектического материализма, о том, что философия это наука о наиболее общих законах природы, общества и человеческого мышления. Так же как Кант и так же как Конт, Спенсер делит мир на две части, на познаваемое и непознаваемое. Вон их эти термины с заглавной буквы приводит. Познаваемое это мир явлений, непознаваемое это мир сущностей. Ну и наука естественно имеет дело только с познаваемым, а религия с непознаваемым. Но при этом хотя вроде бы Спенсер был агностиком, но будучи ученым до мозга костей, он совсем эту сферу познаваемого не собирался ограничивать. И поэтому она беспредельно у него расширялась за счет непознаваемого. Главный постулат его теории познания таков существует неизвестная нам причина известных нам следствий называемых явлениями. Существует неизвестная нам причина известных нам следствий называемых явлениями. Ну и собственно наука она и должна изучать эти явления и связи между ними. Спенсер разрабатывал учение о всеобщей эволюции. И он, в конце концов, вывел формулу эволюции, как он сам ее называл, которая бы охватывала все явления от неорганических до социальных или сверхорганических. Вообще, кстати, Спенсер делит еще мир на три части. Это неорганическая, органическая и сверхорганическая. А сверхорганическая – это сфера духовных явлений, сфера социально-духовных явлений. Так вот, всеобщая эволюция, он постарался вывести формулу всеобщей эволюции, которая бы могла быть применима ко всем сферам, ко всем трем сферам. Неорганической, органической и сверхорганической. И вот как выглядит эта формула. Всеобщая эволюция по Спенсеру это, я цитирую, «Интеграция материи, сопровождаемая рассеянием движения». «Интеграция материи, сопровождаемая рассеянием движения, переводящая материю из неопределенной бессвязной однородности в определенную связную разнородность». Любопытно, да? Я повторю, всеобщая эволюция, формула этой всеобщей эволюции выглядит так. Эволюция – это интеграция материи, сопровождаемая рассеянием движения, переводящая материю из неопределенной бессвязной однородности в определенную связную разнородность. Иными словами, здесь, если резюмировать эту формулу, то она состоит в том, что имеет место интеграция материи и дифференциация движения в конечном счете. При этом еще один постулат или критерий вообще эволюции состоит в том, что однородное превращается в разнородное. Ну, а дальше с этим разнородным могут происходить разные там процессы, разные метаморфозы. Но прежде всего это именно вот такая дифференциация. Вот есть однородное. В биологическом мире, опять-таки, мы наблюдаем, что место на социальной эволюции, оно связано как раз с таким вот процессом. Вот есть амеба, некое массовидное, такое однородное нечто. В ней нет никакой дифференциации ни на органы, ни на функции. Это какой-то сгусток однородный, такой вот массообразный. Дальше, в ходе эволюции, происходит все большая дифференциация. И чем больше дифференциация, тем более высокое место на эволюционной лестнице занимает тот или иной организм. Но это развитие вот тех идей Карла Бера, о которых я говорил. Теперь я перехожу к следующему вопросу. Это понимание Спенсером социологии как науки. О том, как он понимает эволюцию, я еще в социальную эволюцию скажу позже. Спенсер задается вопросом. Благодаря чему вообще возможно существование социологии как науки? Вот прежде всего в работе изучения социологии. Почему он ставит этот вопрос? Да потому что в то время многие, как и сегодня, кстати, отвергали самую принципиальную возможность существования науки о таком непредсказуемом объекте, как человек. И при этом апеллировали к понятию свобода воли. Человеку присуща свобода воли. А раз так, то какие могут быть законы научные относительно вот в таком вот непредсказуемом объекте с непредсказуемым поведением. Захотел человек, пошел пообедать. Захотел, не пошел пообедать. А вы хотите создать о нем науку. Как если бы это был какой-то самотождественный такой и однозначно более или менее действующий объект. Так вот, возражая этим теориям свободы воли, которые отвергали принципиальную возможность существования социальной науки, Спенсер говорит, что наука, социология, возможно, прежде всего, благодаря так называемому закону естественной причинности. И этот закон действует в обществе так же, как и в природе. Ход его рассуждений примерно такой. Вот вы говорите о том, что поведение человека непредсказуемо. Но, говорит он, между научным знанием и обыденным знанием нет непереходимой границы. Представьте себе, что правительство или парламент у нас в Англии принимает некое решение, допустим, повысить налоги. Оно знает, что после этого наступят такие-то следствия. Или, допустим, принимает некий таможенный тариф протекционистский. Это значит, что за этим последуют такие-то и такие-то результаты. И ведь они такими обычно и бывают. И хотя иногда ошибаются при принятии такого рода решений, но очень часто последствия наступают именно такие, какие и предполагались. А раз так, значит, свобода этой воли не так уж и беспредельна. Значит, раз в обыденной жизни можно принимать какие-то решения, которые будут иметь определенные последствия, значит, и в науке можно исходить из того, что при таких-то условиях будут иметь место такие-то результаты. Кроме того, он говорит, говорят, что человеческие существа, они совершенно индивидуальные и неповторимые. Но то же самое относится и, например, к такой исторической науке, как геология. Но мы же не отрицаем возможность существования геологии, где каждый, в общем-то, слой или там тоже в известном смысле уникален, так же, как и в мире людей. Ну а второе, благодаря чему возможно существование социологии как науки, это существование закономерной связи элементов и структуры любого явления. То есть, если в первом случае речь идет о естественной причинности, то во втором он подчеркивает, что в любом явлении элементы и структура соотносятся не хаотически, а они выстраиваются по отношению друг к другу определенным образом. И вот в этом своем труде «Социология как предмет изучения» Спенсер подробно рассматривает объективные и субъективные трудности, которые мешают заниматься социологией как наукой. И поэтому он считает, что социология – это самое трудное из наук, потому что в ней человеку особенно трудно отвлечься от своих всякого рода пристрастий, стереотипов, предрассудков. И он подробно рассматривает эти предрассудки – классовые, сословные предрассудки, связанные с… патриотические предрассудки, связанные с тем, что человек провозглашает, что его отечество самое лучшее, значит, он уже не может объективно исследовать что-то. И замечу в скобках, что как истинный ученый, он затем рассматривает предрассудки, которые связаны с противоположным патриотизму, чувством. Но сам он, кстати, будучи англичанином до мозга костей, писал, что лозунг «Мое отечество всегда право, что бы оно ни делало» – это мерзопакостный лозунг, и он считал, что это гнусно. И поэтому он никогда не стеснялся, если он считал, что Англия в чем-то неправа, он смело выступал против, даже если в этот момент в стране патриотический энтузиазм был достаточно высок, достаточно велик. Здесь он, как воспроизводит известный афоризм своего отечественника Сэмюэла Джонсона, который говорил, что патриотизм – последнее прибежище негодяя, имея в виду не то, что патриотизм – это плохо, потому что когда человеку ничего позитивного у него нет, не остается, то ему остается только апеллировать к тому, что то социальное целое, или не социальное, а национальное целое, которым он подлежит, оно и есть самое лучшее, когда сам он по себе ничто. Социология, он рассматривает соотношение социологии и истории. Согласно, в то время, надо сказать, история была более авторитетной наукой, и она обладала большим влиянием, но при этом она была прежде всего описательной, событийной дисциплиной, но поэтому социология с точки зрения Спенсера должна опираться на историю, но при этом у них разные познавательные задачи. Согласно Спенсеру, социология изучает законы развития, поэтому она близка истории, но при этом она отличается от повествовательной, описательной истории. Также, как говорит он, антропология отличается от биографии. Биография фиксирует все случайности в человеческой жизни, а наука антропология исследует состояние и условия развития человека, организма человеческого в таком законосообразном ключе. И хотя социология опирается на исторические факты, она методологически, опять-таки, ближе к биологии. Спенсер, поэтому, выступает против историков-волюнтаристов, против сторонников теории, ведущей роли случаев, против сторонников теории великих людей, героев. И это особенно существенно для Англии, где была очень популярна знаменитая книга Томаса Карлеля, «Герои в истории». И Спенсер подчеркивал, что появление великих людей обусловлено как раз всякого рода социальными факторами, характером культуры, общества, уровнем экономического, технического развития общества. Все это делает возможным реализацию способностей великих людей. Я когда-то в студенческие годы читал работу Плеханова к вопросу о роли личности в истории, но тогда я еще не читал Спенсера эту работу. И потом я увидел, что аргументация Плеханова, в общем, воспроизводит аргументацию Спенсера. Только что с той разницей, что Спенсер не считал себя сторонником материалистического понимания истории, в марксовом смысле. Вот, надо сказать, что работа Спенсера «Основание социологии» это первый опыт построения такой целостной социологической системы, причем построенной на эмпирическом материале. Как он? Прежде всего, этнографическом. Почему этнографическом? Потому что по Спенсеру сложные общества – это комбинация простых обществ. раз так, то, изучив простые общества, мы тем самым изучаем те клетки или кирпичики, из которых строятся более сложные социальные системы. И вот под рубрикой «Данные социологии» в этих основаниях социологии Спенсер теоретически реконструирует жизнь первобытного человека, его физическую, эмоциональную, интеллектуальную жизнь и особенно религиозную жизнь. Он показывает происхождение основных идей и представлений первобытного человека. И вот в этой работе он формулирует так называемую анимистическую теорию происхождения религии и ее сущности. И хотя впоследствии была некая дискуссия между ним и Эдвардом Тайлором относительно того, за кем приоритет в анимистической теории, тем не менее их можно считать соавторами теории, согласно которой вера в душу и в духов это и есть некий минимум религии, из которого вырастают более сложные религиозные системы. Ну, термин анимизм от латинского слова душа. На этом мы с вами сейчас остановимся. Если есть вопросы по предыдущему, то, пожалуйста, задавайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...